здравствуйте в студии андрей иванов вы смотрите программу итоги недели о самых главных событиях минувшей семидневки вам расскажу я и мои коллеги и начнем с темы которая стала одной из главных на прошлой неделе и до сих пор является актуальной кладбище в заимке якимовка в ангарском районе под контролем местных властей напомним в результате недавнего паводка там обрушился берег из-за чего некоторые захоронения были повреждены настоящее время часть могил уже удалось перенести на кладбище березовая роща администрация округа осуществляет эти работы в заявительном порядке наталья хмельева продолжить тему якимовскому погосту как и самой заимки уже более ста лет первые могилы датируются еще второй половиной 19 века и если тогда хоронить можно было где кому и когда угодно то сейчас все должно иметь официальный статус а его у этого кладбища нет поэтому для того чтобы провести эксгумацию останков которые находились под угрозой подтопления на территории ангарского округа был введен режим повышенной готовности историческое захоронение находится на землях лесного фонда соответственно администрация в соответствии с режимом чрезвычайной ситуации произвела эксгумацию и перенос тел на кладбище березовая роща так как эти земли лесного фонда данная работа будет продолжаться с нашей стороны как администрации также будем обращаться в соответствующее ведомство и министерство на сегодняшний день на кладбище березовая роща уже перезахоронены останки 10 человек для проведения дальнейших работ окружная администрация продолжает взаимодействие как с министерством лесного фонда так и с другими службами вместе с этим инциденту продолжают придавать напущенный драматизм ангарские депутаты законодательного собрания однако как показала практика ярые намерения и громкие слова это далеко не действие вмешиваются еще какой-то к ним окажетесь пока не только получается делают собрание да собрание было на деле нет ничего толку не было нет ни это не заметила помощи мне кажется помогла администрация города тем жителям чьи захоронения еще находятся в якимовки на погосте необходимо подать заявление для проведения эксгумации сделать это можно в органах местного самоуправления либо в управлении по внегородским территориям все работу будут проводиться в несколько этапов наталья хмелева дмитрий новопашин местное время связи с буйством водной стихии размыв берега продолжается сейчас в якимовке работают специалисты все могилы которые находятся в опасности будут перенесены на кладбище березовая роща еще раз хочу напомнить что погост расположен на федеральных землях поэтому местной администрации работы там проводить нельзя только при установлении уровня повышенной готовности который введен в ангарском городском округе утром 4 августа а мы продолжаем итоги недели в госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей за подобные правонарушения будет грозить три года лишения свободы как отмечают представители правоохранительных органов в городе нефтехимиков только за текущий год рассмотрено более 10 подобных дел о самых коррумпированных профессиях расскажем в сюжете одну минуточку да вы что дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей это статья 114 уголовного кодекса позор в минувшем году следственный комитет россии направил суд около 10 тысяч уголовных дел связанных с коррупцией как указали в ведомстве это на 9 процентов больше показателя 2021 года для борьбы со взяточничеством в госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за получение и дачу подкупа правда она не касается тех кто берет по крупному наказание ужесточают замзду суммой до 10 тысяч рублей но как уверены авторы инициативы именно мелкие взятки представляют наибольшую общественную опасность потому как создают иллюзию вседозволенности у россиян мелкие взятки в законопроекте предусмотрен тюремный срок до двух лет или штраф в размере до 300 тысяч рублей также у злоумышленников будут конфисковывать имущество напомним это касается тех кто берет мелкими суммами зато недавно в саратовской области бывший замглавы районной администрации алексей краморов смог избежать реального срока за взятку уже в крупном размере изначально по версии следствия чиновник через посредника получил подкуп в размере более 250 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы его задержали по подозрению в коррупции однако позже дело переквалифицировали экс-чиновник отделался штрафом и его сумма в пять раз меньше той что принесли ему в конверте всего 50 тысяч лицо освобождается от уголовной ответственности если оно содействовало раскрытию преступления расследование этого преступления либо в отношении этого лица имелось вымогательство взятки и это лицо впоследствии обратилась правоохранительные органы с соответствующим заявлением и проинформировала о том что готовится либо совершено указанное преступление по данным следственного комитета в ангарском городском округе с начала года было рассмотрено более десяти случаев связанных с мелкими взятками по словам специалистов нередко фигурантами уголовных дел становятся работники исправительных учреждений которые за деньги проносят заключенным запрещенные предметы дела по той же коррупционной статье возбуждались и в отношении сотрудников гибдд александр бычков оксана крикунова дмитрий новопашин местное время а теперь предлагаю проблемные вопросы закрытия и вспомнить что не все так плохо есть нашей жизни масса положительных моментов например образцовый ансамбль танца веснушки стал обладателем гран-при международного фестиваля у самого черного моря конкурс проходил в сочи участвовали десятки коллективов из разных регионов россии и ближнего зарубежья недавно наши танцоры вернулись в ангарск с главным трофеем по этому случаю с веснушками пообщались мои коллеги двадцатый международный конкурс фестиваль детского юношеского и взрослого творчества у самого черного моря собрал танцоров из разных городов россии ангарск представлял образцовый ансамбль веснушки из восьми номинаций наши земляки взяли 7 первых мест и гран-при готовились мы около трех месяцев нам пришлось перестраивать номера на новый состав который смог поехать мы очень довольны мы у нас была цель конечно мы ехали за гран-при потому что когда-то в 2017 году мы приехав туда получили только первые места и нам не хватило мы хотели гран-при и мы его получили сегодня в коллективе в разных возрастных группах занимается около трехсот человек среди них иван акулов юноша танцует с тех пор как начал посещать детский сад сейчас ему 16 большую часть своего свободного времени он посвящает репетиции как признается иван несмотря на сложность всех номеров подготовленных на конкурс волнение перед выходом на сцену совершенно не испытывал благодаря общей командной работе благодаря руководителю и благодаря сложности что все как одно звено работали самые младшие веснушки выступали в возрастной группе от пяти до девяти среди них юная алена для девочки это первый опыт участия фестивалях такого уровня мне очень понравилось там атмосфера очень сцена там по-другому всех воспринимаешь и сам танец когда ты заканчиваешь танец ты понимаешь что ты все ты молодец ты танцевал и надеешься только на лучшие места пополнив свою наградную коллекцию артисты собираются на новые гастроли впереди коллективу предстоит побороться за победу на кубке и гран-при который будет проходить осенью текущего года анастасия москаленко олег левченко руслан ольмасов спасибо вам веснушки вы гордость нашего округа продолжайте радовать нас в том же духе а теперь другим темам в россии главный военный парад проходит традиционно 9 мая в день победы но есть парад не менее масштабный и грандиозный его мы наблюдаем каждое последнее воскресенье июля именно в этот день принимают поздравления те кто имеет отношение к военно-морскому флоту о морской истории и о том как отмечают свой праздник ангарские ветераны в мф наш следующий сюжет морским судам быть с этих слов великого реформатора императора петра первого началась история российского флота это решение принято боярской думой 20 октября 1696 года уже во второй половине 18 века флот занимал третье место в мире по количеству боевых кораблей мастерство и тактика постоянно совершенствовались и благодаря этому русские моряки одерживали победы в сражениях подвиги адмиралов ушакова нахимова корнилова и многих других до сих пор изучаются в военных академиях свиста всех наверх поднять просто в петербург войдем салютом как это ни странно но история флота иркутской области тоже насчитывает немало страниц во времена революции на просторах байкала происходили серьезные морские сражения между красными и белыми в 1922 году байкальская военная флотилия была расформирована корабли отправили на дальний восток единственный свидетель тех давних событий ледокол ангара нашел свой покой на вечной стоянке на иркутском водохранилище ангарск тоже чтит военно-морские традиции каждый год возле дома где жил выдающийся подводник адмирал анатолий комарицын собираются местные моряки команда моряков бывших то есть бывших не бывает стало собираться и сейчас организация уже у нас зарегистрирована официально сто сто десять человек в городе нефтехимиков праздник начался с торжественного построения в этих шеренгах ангарские ветераны в мф которые на себе прочувствовали что такое дальние походы за полярный круг изнуряющая жара в экваториальных водах есть и те кто во времена карибского кризиса ждал команды на запуск ракет в общем-то запоминаю за самого начала и до самого конца службы это первый ракетный пуск или первый раз когда попал на подводную лодку это было в декабре 62 года ну и дальнейшем первый пуск с подводным стартом у нас лодка была первая стране с подводным стартом то есть пуском ракет из-под воды вот первый пуск удачный пуск был удачный как всегда попадали всегда в колышек на праздники ветеранам в мф вручили памятные награды грамоты благодарности и медали во время митинга каждый желающий мог подойти к микрофону и поздравить собравшихся от всего сердца поздравляю ветеранов и моряков ангарчан стойкость и защита рубежей вызывают уважение и то что моряки объединились в организацию обустроили место памяти возле дома где жил единственный адмирал военно-морского флота города ангарска комарицын вызывает уважение и самые теплые чувства я желаю всем крепкого здоровья мирного неба над головой мира и благополучия вашим семьям от всей души поздравляю наших военных моряков подводников представителей морской авиации сегодня замечательный праздник у нас во всей стране проводится сегодня праздничное мероприятие нет возможности у нашего города у сухопутного проводить парады военных кораблей но у нас есть символическое место знаковое место где можно собраться поблагодарить за вот эту защиту наших рубежей за это мужество за боевой дух наших родных земляков это очень хороший праздник и очень важно что наши дети и все ангарчане будут знать страницы этой истории тех кто понимает что такое дальний поход те кто не понаслышке знают что такое борьба за живучесть те кто знают вкус забортной воды из светового плафона именно они каждое последнее воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник андрей иванов дмитрий вопашин местное время отгремели салюты военных кораблей прошли парады в главных базах военно-морского флота а уже в середине недели россияне встречали очередной глобальный масштабный всем известный праздник 2 августа в россии отмечался день воздушно-десантных войск ежегодно тысячи людей в тельняшках и беретах собираются в парках и на площадях а по улицам городов проезжают автомобили с флагами в ангарске празднование прошло у памятника герою советского союза василию маргелову который возглавлял в дв почти четверть века как прошел праздник смотрите далее 93 года назад на учениях под воронежем первые 12 десантников прыгнули с парашютом с комбардировщика тб-3 успешные тренировочные маневры положили начало созданию нового рода войск сейчас это элита российской армии ну я как бы помню с истории великой отечественной войны воздушно-десантные войска они были постоянно первыми и постоянно разрушительный удар наносили только воздушно-десантные войска и туда попасть в воздушно-десантные войска служить это считается достоинством поэтому считается элитой и никто кроме нас девистов десантных войск в ангарске представители крылатой пехоты собираются у памятника героя ссср василию маргелову торжественной обстановке более сотни сослуживцев почтили память товарищей павших в бою минуты и молчания и возложили цветы к мемориалу отца десантных войск кроме того ветераны в дэвэ уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения не случайно на мероприятии в шеренгах десантников с гордостью стояли и курсанты военно-патриотической школы мужества своим примером бывалые солдаты показывают молодежи что значит быть настоящим патриотом своей страны я призвался в девяностом году и конечно же самого начала я хотел попасть именно в эти войска только выдавая именно поэтому еще до призыва в армию я записался на курсы подготовки парашютистов и уже в армию был призван прыжками я совершил три прыжка и поэтому службе я был готов традиционно 2 августа виновники торжества проходят по улицам города праздничной колонной однако в связи с проведением специальной военной операции шествие переносится на 2025 год и пройдет в 95 годовщину основания в дэвэ мария константинова вероника васильева олег левченко местное время день воздушно-десантных войск не единственный праздник который отмечает 2 августа в это же время православные христиане встречают ильин день у верующих это один из наиболее почитаемых пророков наряду с николаем чудотворцем об обычаях связанных с его житием расскажет мой коллега егор сорокин в этот день православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых илью пророка для древних славян он был повелителем плодородия дождей грома и молний еще в древние времена святого просили о хорошей погоде и урожае в ильин день крестьяне молились и просили у пророка ильи семейного благополучия здоровья успехов в работе и учебе играли свадьбы согласно приметам это сулит долгую и счастливую жизнь илья долгие годы жил в пустыне где проводил время в посте молитве и благочестии праищи в то время царь ахав был язычником и велел поклоняться богам ваалу и астарте илья пытался вразумить правителя но тщетно тогда святой наслал на израиль трехлетнюю засуху вот действительно пришел голод пришла огромная засуха и все погибло люди гибли и только лишь по тому как пророк божий или в молитве обратился к господу богу вот эта засуха прекратилась и прекратился голод когда обращение народа он все таки оно так богу да но состоялась вот было масса эпизодов таких вот библейских да с его участием с участием пророка божий или вот и соответственно его в его память и обращение молитвенное к нему людей она часто сфокусирована вокруг вот этих просьб как-то избавление от голода от несчастий вот от засухи стоит отметить на руси верили что в ильин день оживляется подводная нечисть ходить на реку или озеро считалось дурной приметой также забред на купание распространялся на все дни после этого праздника такое поверье живет в народе до сих пор кстати в ильин день всегда молились об избавлении от засухи сегодня в ангарске как и во многих городах иркутской области дожди не случайно по приметам в этот день начиналась сырая погода но если верить наблюдениям наших предков это ненадолго и скоро погода наладится егор сорокин олег левченко дмитрий новопашин местное время ну что ж ильин день позади купаться вроде бы нельзя хотя конечно же при хорошей погоде все будут это делать а вот что действительно не запрещено и даже приветствуется это посмотреть хорошее кино в приангаре проходят съемки фильма с известными российскими актерами в основу киноленты легла история о нашем земляке 2021 году заслуженный тренер по универсальному бою евгений александров чудом смог выжить после удара молнии это произошло во время похода на шумак события наделала немало шума и вызвала интерес у режиссеров съемочная группа пришла к нам в студию чтобы рассказать о том как проходит работа над картиной свет камера мотор эти слова стали привычными не только для сотрудников телекомпании актис но и для наших сегодняшних гостей в студии звезды российского кино борис шевченко известный по сериалам глухарь меч или гавы склифосовский и многих других актриса театра и кино марина куделинская и сергей двойников зрители помнят его работы в картинах почка подольские курсанты ваша честь рады видеть вас в нашей студии спасибо что нашли время приехать к нам потому что несмотря на верняка плотный график и это не только съемки это бесконечное интервью мне кажется да вот поэтому спасибо это особенно приятно поводом звездной встречи стала работа над фильмом шума к возрождению это картина иркутских ребят из киностудии sky media production фильм повествует о реальных событиях которые произошли в горах восточного саяна в 2021 году тренер по универсальному бою иркутянин евгений александров отправился в очередной поход который в один миг превратился в борьбу за выживание мужчину ударила молния как следствие перелом лицевой кости многочисленные ожоги и потеря слуха это лишь малая часть испытаний о которых планируют рассказать в будущем фильме играю роль главного героя насколько это будет сложно я не знаю мы даже еще не начинали эти три или четыре съемочные дня которые были они были такие я считаю самые простейшие из фильма поэтому так небольшие походики по вашим этим холмам здесь вот а вот то что будет на шумаке это уже говорится вскрытие покажет как я говорю сейчас актеры в ожидании хорошей погоды впереди вертолетная экспедиция на шумак высоко в горах среди ущелий водопадов будут сняты самые драматичные сцены роль жены главного героя на долю которой тоже выпало немало испытаний сыграет известная российская актриса марина куделинская роль жены это такая ну жена и жена да с одной стороны с другой стороны это такая экстремальная ситуация поэтому женщина которая ходит по горам не первый раз и для нее это как наверное тоже второй дом я так понимаю но который попадает в очень страшную историю потому что она не знает будет ли жить в ее муж или нет после удара молнии и вот эти обстоятельства достаточно тяжело играть и вообще это и в жизни тяжело это переживать и играть тем более потому что все равно это надеваешь на себя и потом тебе нужно это как-то отстраниться от этой ситуации но это интересно потому что драма вообще интересно сам же фильм о невероятном спасении взаимовыручки и бесконечной силе воли зритель увидит на больших экранах весной следующего года алла коваленко наталья хмелева александр черник местное время и самым значимым спортивным достижением минувшей недели стали наши тайбоксеры юниоры занимающиеся в спортивном клубе золотая жила завершили выступление на чемпионате россии несколько спортсменов вернулись в ангарск с золотыми медалями егор сорокин пообщался с чемпионами изначально алексей решил посвятить себя легкой атлетике но спортивная карьера не сложилась после чего родители отдали его в секцию тайского бокса уже 12 лет юниор тренируется и выступает на городских региональных и всероссийских соревнованиях чемпионат россии который накануне завершился в тюмени стал для него уже шестым до этого все попытки получить заветное золото не увенчались успехом долг к этому шоу шестая россия была были сильные соперники в полуфинале встретился с соперником из дагестана он был очень сильный прошли нормально было финале уверенно победил как и в любом виде спорта победа это в первую очередь регулярные занятия и четкое выполнение установок тренера под руководством александра белякова занимается около 80 атлетов тренер отметил что в этом году юниорам удалось завоевать большое количество наград сангарска заняли пять человек призовые места у нас три золота одно второе место и одно третье место именно с моей тренировки с моей секции до ездил один алексей климов он отобрался на сфо и заработал путевку на первенство россии на первенство россии у него было 14 человек весе он всех прошел провел три боя и тем самым занял первое место и отобрался на первенство мира уже в сентябре спортсмены отправятся в турцию где смогут проявить свое мастерство на чемпионате мира по их словам именно эти соревнования в случае успеха помогут открыть дорогу ангарским тайбоксерам в большой спорт егор сорокин дмитрий новопашин местное время это были итоги недели смотрите нас на сайте actis tv.ru и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях всего вам доброго и до встречи до свидания